Субтитры создавал DimaTorzok Семья, душевное успокоение и взаимная благосклонность Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге Он тот, кто сотворил вас из одного человека, он создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой Я свидетельствую, что не божество кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников И тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня А затем, семья является основой общества и ядром его структуре Благодаря ее сплоченности и стабильности формируется сплоченность и стабильность общества Следовательно, ислам проявил большую заботу о создании семьи Таким образом, чтобы обеспечить душевное успокоение, взаимную благосклонность и милосердие среди всех ее членов Всевышний Аллах говорит Среди его знамени то, что он сотворил из вас самих жил для вас Чтобы вы находили в них успокоение И установил между вами любовь и милосердие Воистину, в этом знамени для людей размышляющих Кто размышляет о смысле данного благородного аята Тот обнаружит, как всемогущий Аллах ясно разъяснили, что построение семьи является одним из его великих знамений Так, он сделал брак успокоением Потому что мужчина чувствует покой и спокойствие рядом со своей женой А женщина рядом со своим мужем Аллах Свят, Он Велик, также сделал благосклонность и милосердие Одними из основ структуры семьи Ведь благосклонность мотивирует хорошее обращение Так что каждый из супругов может терпеть то, что может быть вызвано другим И иные различные черты характера Посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, сказал Верующий не должен ненавидеть верующую Ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера То он останется доволен другой Таким образом, семья основивается на хороших манерах Добром обращении и сочувствии В рамках такой стабильной, сплоченной семьи Развиваются красивые свойства и благородные качества Вера стоит праведное потомство И распространяется по всему дому счастье Чтобы добиться в семье душевного успокоения И взаимной благосклонности Необходимо придерживаться нескольких вещей В том числе, во-первых, хорошее обращение и доброе сожительство Всевышний Аллах нам повелевает Живите с ними достойно Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже нам повелевает Обходитесь с женщинами хорошо Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал Лучше, что можете иметь верующий после богобоязненности Это праведная жена Если он смотрит на нее, она радует его Если повелевает ей что-то, она подчиняется А если он отсутствует, она хранит себя и его имущество Во-вторых, муж обязан расходовать на семью И обеспечивать ей еду, питье и одежду Аллах Всемогущий и Достославный говорит А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях Пустообладающая достатком расходует согласно своему достатку Пасадник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, тоже изрек Высшая рука лучше, чем рука низшая Лучей милостыни является та, которая подается от достатка И начинай расходовать с тех, кого ты обязан содержать Пасадник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, также изрек С человека довольно греха, если он не заботится о тех, кто находится на его издевении В-третьих, супруги должны хранить секреты и тайны Ведь оба супруга являются укрытием друг для друга А раскрытие секретов не может принимать какая-либо религия или правильная этика В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится Поистине, в дым воскрешения среди людей, которые окажутся в наихочем положении пред Аллахом Будет такой мужчина, который проводит ночи со своей женой, а потом разглашает ее тайну В-четвертых, соучастие в умеренном правильном воспитании детей Это поскольку роль супругов не ограничена заботой о детях с помощью обеспечения им только еды, питья и материальных вещей А скорее, эта забота должна усиливаться путем прививания им ценностей и нравственностей Что позволяет им играть роль в возвышении и процветании общества И таким образом быть отрадой глаз для своих родителей в мереской и загробной жизни Всевышний Аллах говорит Они говорят Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках И сделай нас образцом для богобоязненных В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, также говорится Когда человек умирает, все его дела прекращаются, за исключением трех Непрерывной милостини, знания которой могут ползоваться другие люди Праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него Так же как семья заботится о детях, она должна заботиться о правах родителей В Священном Коране говорится Твой Господь приписал во мне поклониться никому, кроме Него И делать добро родителям Таким образом обеспечивается мир, спокойствие и счастье для всех членов семьи В-пятых, члены семьи должны консультироваться по жизненным вопросам Что дает каждому члену семьи чувствовать свою роль и важность Ведь наш пророк, мир ему благословение Аллаха, посоветовался со своей женой Госпожой Умму Саляма, да будет довольнее Аллах По Худайбийскому мирному договору Потом согласился с ней и был доволен ее мнением И ее сови принес добро, да будет довольнее Аллах Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников Нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником И всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня Дорогие диноверцы, нет сомнений в том, что родня и супругов играют большую роль в сохранении сущности и стабильности семьи Поддерживая узи любви, почтения, успокоения и благосклонности между ними Уважая их частную жизнь, урегулируя разногласия, давая им советы и рекомендации Аллах сфяту не вели гаварит Субтитры создавал DimaTorzok Ибо сатана вносит между ними раздор Воистину, сатана для человека явный враг Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им Воистину, Аллах, знающий, ведающий Нам же нужно обеспечить душевное успокоение и взаимную благосклонность в наших домах С теми, чтобы любовь, гармония и стабильность преобладали во всем обществе Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках И сделай нас образцом для богопоязненных Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!